Моя лаборатория как раз тоже работает в этом направлении, получение более тестового контакта с мозгом. И мы сейчас делаем такую технологию, она называется нейрокоммуникатор для постинсультных пациентов. Люди получают реальный контакт с внешним миром. Человеку можно обеспечить, и мы сейчас, вот последний наш проект, обеспечить вход в интернет и даже, так сказать, сделать такую социальную сеть специально под таких пациентов с интерфейсом, который обеспечивает им более легкое вхождение в контакт, не так, как для здоровых людей. И получается, что такой человек, который не говорит и не движется, он получает фактически вторую жизнь. Эти люди могут обеспечить себе некоторый объем самостоятельности, ведь можно включать, выключать приборы, можно сделать подвижные устройства, которые будут слушаться этих команд, ну скажем, начиная с кровати, у которой есть свои приводы, для того, чтобы обеспечить более удобное положение для пациента. Вокруг могут быть некоторые манипуляторы, которые могут что-то подать по команде. Может, в конце концов, быть робот присутствия, который может поехать в другую комнату или вообще поехать в другом помещении, в другом городе даже. И таким образом пациент будет видеть ту реальность, где он не может быть физически. В этом же мире пациентов очень важной проблемой является тренинг, тренировки, ну разработка руки, ноги или другой части тела, которая подверглась инсультной атаке. Мы ловим вот это самое намерение человека «хочу сжать правую руку» и передаем эту команду на устройство, которое, собственно, и сжимает кисть в кулак. Это устройство называется экзоскелетные конструкции. Они как бы покрывают исходный скелет снаружи, ну и со своими моторчиками, естественно. И такая команда к такому экзоскелету, она позволяет человеку сжать эту кисть. Мозг имеет намерение к движению, к определенному движению, и механическая система реализует это намерение. Ну тут возникает вопрос, хорошо, а можем мы использовать инструментальный контакт с мозгом для здорового человека? Зачем это нужно? Конечно, для меня, как вот для психофизиолога, это особый такой подход в науке для того, чтобы разобраться, что же в мозгу происходит. Как же идут операции, например, выработки нового навыка? Как далеко зайдут эти технологии, мы сейчас не знаем. Это та ситуация, которая возникла при изобретении паровоза. Куда ехать паровозу, если нигде нет никаких рельс, нет путей? То есть паровоз вынужден был прокладывать себе пути, чтобы доказать, что паровозы понадобятся человеку. Так и здесь. Мы ведь не привыкли к использованию манипуляторов, которые управляются напрямую от мозга. Может быть, это будет для нас новый такой мир. Дело в том, что мы живем в двумерном манипуляторном мире. У нас две руки. У нас все технологии приспособлены к тому, что у нас всего две руки. Но если мы сможем управлять третьей рукой, искусственным манипулятором, может быть, мы преобразуем наш мир, у нас получится возможность более комфортной жизни. У меня две руки заняты какими-то делами. Я что-то пишу, что-то еще делаю, а при этом звонил телефон. Ну что же, вот эта третья рука, она тут же его подхватит, поднесет к уху. Ну, это звучит сейчас немножко фантастически, но, может быть, если это хорошие будут надежные технологии, если там не будет вот большого числа ошибок, то мозг пойдет на такой контакт. Мы получим новый мир с управляемыми напрямую от мозга процессами и объектами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok